Да, всё, лей. Это видео Николай сделал вчера утром. Он одним из первых обнаружил огромное пятно на поверхности Енисея и забил тревогу. Мужчина уверен, в воду попали нефтепродукты, и их было так много, что вычерпывали их из реки пластиковой бутылкой. Вот этой вот банкой мы вчера собирали воду именно прям в соляру, именно с воды. То есть именно многое шло. Мы собирали литров 80. Можно было ещё собирать, но мы не стали уже. По версии местных, дистопливо попало в реку из упавшего в воду бензовоза. Мужчина даже показывает место, где предположительно и случилось ЧП. По словам Николая, именно здесь неоднократно перекачивали нефтепродукты с судов в автоцистерны. Сейчас эту версию проверяют правоохранительные органы. О масштабах ЧП можно судить вот по этим кадрам, сделанным в тот же день с квадрокоптера. На них отчётливо видно, что по реке движется огромная радужная клякса. Как далеко течение успело унести это пятно, сейчас сказать трудно. Но в Лисосибирске практически вдоль всей береговой линии можно наблюдать вот такую неприглядную картину. Сейчас ветер дует со стороны Енисеи, поэтому масляное пятно прижимает к берегу. И оно скапливается вот в таких вот небольших заводях. Вот посмотрите, сколько сейчас здесь продуктов нефтепереработки. Нефтяное пятно остаётся наверху в поверхности. То есть в данный момент можно регулировать, видите, что подальше сюда уже чисто без воды стекала нефть. Всё оборудование, необходимое для ликвидации такого загрязнения, есть в Несейске. В распоряжении местного спасательного отряда имеются заградительные боны, пороговый нефтесборник, специальная помпа и абсорбирующие материалы. И в случае необходимости его бойцы готовы выдвинуться к месту ЧП в любое время. Десять спасателей обучены на проведении подобного вида работ. То есть к проведению таких работ мы готовы. Представители местной власти пока от комментариев воздержались, а вот сотрудники прокуратуры и полиции уже начали проверку. Следят за ситуацией специалисты Росприроднадзора. В ближайшее время они должны дать своё заключение о масштабах экологического бедствия. Андрей Давыдов, Динар Салимов, Несей, Новости. Редактор субтитров А.Семкин